Гормональный живот. От чего он и как от него избавиться? Многие женщины недовольны своей фигурой, многие мечтают иметь плоский живот и стройное тело. Ради этого садятся на различные диеты, ходят в спортзал и практикуют различные методики голодания. И вот спустя некоторое время цель почти достигнута. Однако живот. Кажется, что лишние килограммы в этой зоне просто не хотят с вами расставаться. В большинстве таких случаев налицо гормональный сбой. И как следствие, гормональный живот. Для начала давайте узнаем, что такое гормоны. Ни для кого не секрет, что гормоны играют чуть ли не главную роль в функционировании важных систем в организме. Им подвластно наше настроение, вес и даже сон. Известно, что из-за гормонального сбоя может меняться настроение. Сейчас мы смеемся, а через минуту готовы рвать и метать. Из-за нарушений в гормональном фоне мы не контролируем свой аппетит и, как результат, полнеем. При этом регулярные занятия спортом могут оказаться бесполезными. Страдает не только наша фигура, но и волосы, ногти, кожа. Волосы выпадают, ногти становятся хрупкими, а на коже появляются высыпания. Удивительно, но бессонница также может быть симптомом неправильной работы гормонов. Так, по какой же причине на женскую долю приходится такое наказание? И что делать, если у вас обнаружили гормональный живот? Расскажем обо всем подробнее. Почему гормоны дают сбой? Как бы банально это ни звучало, но причина всему – стресс. Именно он чаще всего провоцирует гормональный сбой. Помимо стресса, причиной сбоя могут стать строгие диеты, изнуряющие тренировки и расстройство пищевого поведения. А иногда этому может поспособствовать генетическая предрасположенность. Нарушение в работе гормонов может возникать в период полового созревания, при менопаузе и беременности. По словам медиков, гормональный сбой наблюдается также при имеющихся проблемах с щитовидной железой. Как организм дает нам понять, что случился сбой? Сидите на диетах, часами занимаетесь в спортзале, а результата нет? Гормональный сбой, как правило, характеризуется в первую очередь набором лишнего веса. Вы можете перепробовать массу диет и даже ночевать на тренажерах, но цели не достигнете, пока не возьметесь за свои гормоны. Другой прозрачный намек плохой работы гормонов – появление растительности над верхней губой, на подбородке и щеках. Если вы не ощущаете потребности в интимной близости, а в ее момент испытываете боль и дискомфорт, то у вас явное гормональное нарушение. Если у вас перепады настроения не только во время ПМС, срочно бегите к гинекологу-эндокринологу. Именно этот врач занимается выявлением причин возникновения гормонального сбоя в организме. Почему мы толстеем? Многие спросят, каким образом гормоны могут влиять на наш вес? Очень просто. Они действуют не столько на нашу пищеварительную систему, сколько на мозг. Если быть точнее, на гипоталамус. Именно этот отдел отвечает за наш аппетит. Избыток эстрогенов в организме становится причиной его повышения. А гормон серотонин внушает нам, что кусок торта на ночь – хорошая идея. Согласитесь, что против взбунтовавшихся гормонов нужна по-настоящему серьезная артиллерия. Лишний вес также может быть следствием невосприимчивости клеток к инсулину. По этой причине глюкоза не всасывается в клетки, а чувство голода становится сильнее. Поджелудочная железа, в свою очередь, начинает усиленно вырабатывать инсулин, который продолжает оставаться незамеченным. В результате в нашем организме образуется избыток глюкозы, которая впоследствии всасывается жировыми клетками. Что такое гормональный живот? Многие путают небольшой мягкий холмик ниже талии с гормональным животом. Чтобы развеять ваши сомнения, мы перечислим его основные признаки. 1. Увеличен в размере 2. Вздутый 3. Плотный 4. Не втягивается. Однако точно сказать, гормональный у вас живот или нет, может только врач. Это делается путем определения соотношения подкожного и висцерального жира в животе. Специалист измеряет кожную складку и только после этого сообщает свой вердикт. Во избежание образования гормонального живота специалисты рекомендуют наладить рацион и спать хотя бы по 7 часов в день. Это нужно для того, чтобы снизить выработку гормона стресса, который способствует накоплению жира в области живота. Какую опасность для организма несет гормональный сбой? Если вы периодически наблюдаете у себя все вышеперечисленные симптомы, то необходимо обратиться к врачу. Нарушения в работе гормонов чреваты серьезными последствиями. Это может привести к проблемам с сердцем, гинекологическим нарушениям у женщин и андрологическим заболеваниям у мужчин. Гормональный сбой также может стать причиной неудачных попыток забеременеть. По этой причине к этому стоит относиться серьезно и ни в коем случае не откладывать визит в больницу. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.